дорога в бухту балос но часть дороги в основном мы ехали по трассе от георгиополюса хорошая прямая дорога и вот здесь 8 километров очень страшного пути по грунтовой дороге мне кажется еще туда сверху вот камни падает ну в общем если решить самостоятельно поехать в бухту балос на автомобиле то будьте готовы к такому вот пути если у вас маленькая машинка нам надо сейчас не покатиться назад как-то так еще по дорогам ходят козы но в принципе они под машину не бросаются но надо быть очень аккуратным вообще на этой дороге надо быть очень аккуратно мне она крайне нравится я по такой дороге еще не ездил это гибердорога когда нам давали машину на прокат нас предупреждали что бухту балос надо долго идти пешком но если ехать на машине не в составе экскурсии то ставишь машину идешь пешком и лучше приехать пораньше чтобы как можно ближе поставить машину к тому месту где можно максимально близко ее поставить мы приехали полденадцатого и вот смотрите мы уже шлепаем наверно метров 500 поставили машину там вверху далеко-далеко на горе и идем пешком машину можно поставить только в один ряд вдоль горы вдоль склона нельзя и поэтому впереди там сзади стоит человек который просто не пускает машины даже вот мы сейчас идем здесь есть свободные места где-то он не пускает потому что получается если машина будет ехать туда на это свободное место но вот по нашему направлению как мы сейчас идем а оттуда будет ехать встречная машина здесь уже тяжело размянуться поэтому машины которые уезжают раньше оставляют вроде как и свободные места поближе но к этим местам нельзя ехать но мы сейчас отшлепали где-то метров пятьсот сейчас посмотрим что за тем поворотом я думаю что уже близко сейчас будет красота и слияние трех морей но мы оттопали полтора километра доблестно здесь огромная большая парковка но не очень огромная но она вся занята сюда наверно чтоб попасть лучше вообще приезжать в 7 или 8 утра они в 11 и тогда идти будет ближе сейчас сюда даже не пускают какие-то машины пытаются прорваться но их разворачивают и они по вот этой узенькой дороге едут искать где можно приткнуться мы ушли от стоянки уже метров 300 прошлись по такой живописной местности народ идет весь туда расстояние пока непонятно сейчас за углом глянем придется еще спускаться вниз можно проехаться на лошадях там стоят лошади я цены не уточнял сколько это стоит здесь очень красиво и мега жарко но мы уже близко вот она эта красота и капец люди ходят это очень красиво я не знаю как это передать видно это здесь или нет глубина небольшая это озеро какое-то но вообще зачет этой локации это лучше видеть в живую чем на камере сейчас мы обходим вот этот маленький утес и там голубое море с яхтой здесь внизу мелкая желтая песок а дальше синие какое из них какое точно не скажу одно егейское одно ионическое одно ливийское здесь также есть парковка вот она самая близняя и педстоп где можно заправиться водичкой мы погнали вниз Мы дошли до крутого спутка. Самое первое, к чему мы подошли, это такое закрытое маленькое озеро со всех сторон. Вода сюда заходит и стоит. Оно немножко с запахом. Ну, не с сильным, но стоячая вода. Люди приезжают с палатками, зонтиков здесь нет, спрятаться в тени, тени здесь нет, спрятаться негде. Вот палатки разбивают, просто в палатках прячутся. Песок очень белый, красивый. Вот мы только спустились, первая локация, очень прозрачная вода, голубая. Это та, которая стоячая, как озерцо. Теплое, неглубоко, в принципе можно перейти полностью и нет народа. Народа здесь вообще нет, не знаю почему, все на другой стороне, может там просто меньше запах, там вообще голубая вода. Ну вот это первая локация интересная, здесь людей немного, все стараются пройти дальше. Вот, самый верхний пик это тот, откуда мы спустились, там видны на самом верху люди. Ну, наверное, ну не знаю, ну с километр, наверное, идти. Вверх будет весело подниматься, потом еще к машине два километра. Но пока это того стоит, единственное, что обувь все-таки не шлепанцы. Потому что камни, скользко, какие-нибудь кроссовочки шлепанцы с собой. Вот наша семья купается, Саша, Даша, Оля. Мы здесь абсолютно одни. Вот, смотрите. Ну что, пойдем к синему? Пойдем. Саня зовет меня к синей воде, там, наверное, чуть поглубже. Немножко ветрено, но никак не напрягает. Никаких ни гостиниц, ни отелей, место исключительно туристическое. Приехать, посмотреть и уехать. Все, мы отсюда, с этого пляжа чудесного, пошли к Голубому пляжу. Ближе к яхте. И там очень много людей, там уже много зонтиков. Наверное, это все более развитая инфраструктура. И посмотрим, что там сейчас за вода. Подъем наверх все еще не радует. Сюда возят автобусы, но они привозят людей рано с утра и уезжают. Люди, получается, спускаются вниз к пляжу. Автобус высаживает их наверху, люди спускаются к пляжу самостоятельно. А от пляжа забирают людей за 15 долларов катер. Автобусы уезжают туда, куда приезжает катер, привозит людей. Люди здесь вышли с автобуса, спустились. Автобус уехал в порт, катер собрал по времени людей и отвез их в порт за 15 долларов с человека. Нам придется подниматься. Мы приехали на машине. Придется к машине идти километра, наверное, 2,5-3. Ну, посмотрим. Это самая тяжелая часть нашей экскурсии. Дальше у нас сегодня еще время позволяет. Мы поедем в Валафанисе на пляж с розовым песком. Там уже подъемов и спусков не будет. Можно встретить закат и ехать обратно в Георгиополис. Здесь очень красиво, здесь жарко, припекает. Я радовался, что взял кроссовки. А семья взяли только шлепанцы, им было тяжело спускаться. Но в итоге сейчас я в кроссовках на пляже, шлепанцев у меня нет. И как я эти ноги все в песке буду засовывать в кроссовки, я не знаю. Красиво здесь. Однозначно стоит сюда приехать. И, скорее всего, самостоятельно, без экскурсии. Потому что в целом нам машина стоила 69 евро на 2 дня. Плюс на 44 евро мы купили бензина. Итого где-то 110 евро плюс-минус на 4-х человек нам вот эти все экскурсии обошлись. Единственное, что здесь есть какие-то где-то поставить машину евро. Ну, по мелочам. Или там туристический сбор. Копейки. Если бы мы ездили с экскурсиями. Но экскурсия сюда только стоит 60 долларов на человека, по-моему. Да, 60. Нам уступили ее за 45. С человека и ребенок пополам. У нас три взрослых. Это уже сколько? 135 и ребенок там 20-150. Только экскурсия сюда бы нам обошлась. А, и плюс еще катер за 15. Еще плюс 6. Ну, 200 долларов. Сумасшедшая цена. Я же говорю, мы за 110. Два дня уже катаемся. И все это сами обошли. Я говорил, в долларах. Конечно же, не в долларах, а в евро. Греция это евро. Немножко ошибочка вышла. Мы дошли до пляжа. Здесь, кстати, розовый песок. Смотри, у меня есть такие вот розовые частицы. Саня нашел розовые частицы. Они во всем песке. Ну, как я и говорил, мы проходили какие-то розовые породы. Вот здесь они, видать, разбиваются в этот песок. Поедем, посмотрим сейчас, что там на Афанисе. Что ты не заходишь? Отличный мелкий пляж. Можно метров 100 точно впереди. Люди стоят по пояс. В общем, Балас очень интересная локация. Обязательно надо, как и все локации на Крите, посетить. Из минусов очень долго спускаться вниз. Тяжелая дорога, она напрягает. Если лишний вес или возраст, лучше, наверное, все-таки с экскурсией. Потому что будет тяжеловато. Вот у нас сейчас 2 часа дня. Здесь жарко. А нам сейчас еще придется подниматься вверх. Сюда на самый верх. И там еще идти до машины. Ну, это такой минус незначительный. Из плюсов все остальное плюсы. Народу мало. Вода теплая. Пляж красивый. Песок чистый. Вода прозрачная. Приезжайте, отдыхайте, посещайте. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на наш канал.